Но! Американцы живут устроенно, а мы-то нет. А вот в чём причина? Я поделюсь своими мыслями. Согласитесь, хорошо, не согласитесь, неважно, будете дальше жить плохо. Я предупредил. Мы живём не своей жизнью. Когда я хочу понять какое-то явление, я обращаюсь к смыслу русского слова. Русское слово раскрывается как цветок, и там секретик есть. Вот, например, западным людям нужна сформулированная заповедь словами. Целая фраза. Не пожелай жены ближнего своего. У русских одно слово. Прелюбодеяние. Перелюбил ты, парень. Каждое русское слово заповедь тайна. Поэтому нас и лишили смысла этих слов, чтобы мы забыли, чтобы закрылось здравомыслие. Слово здоровье от слова с дерева будь. Дерево до ра. Ра это солнечный свет, не бог солнца. Бог солнца это в Египте. Растущий до ра. Значит, здоров тот, кто тянется к свету. Но если дерево обрубить корни, дерево завянет. Листва его засохли. Мы дерево с засохшей листвой и кроной. Почему? Мы корни обрубили. Историю нашу написали чужестранцы. Музыка. Мы ценим не свою. Кино. Тоже ценим не свою. Часы, машины, валюта, мебель, обувь. Все не свое. Еда уже исчезла русская. В любой ресторан в России приходишь, говорят, Цезаря, будете есть. Я говорю, самого. А с чем он, он говорит, с курицей? Я говорю, это жена Цезаря. Они же еще неграмотно по-русски говорят, сегодняшние молодые люди. Мы до того опустились, славяне, до того опустились, ослабоумели, что мебель расставляют по-китайски, по феншую. Славяне, вы что не знаете, что без феншуя, что не надо кровать в коридоре ставить? Это феншуй. Хоть бы у кого-нибудь созрела мысль узнать, что такое феншуй. Феншуй. Древнее учение китайское об обустройстве царства мертвых. Но когда приехали европейцы, поняли, с мертвых бабок не настричь. Кто такие европейцы? Торгаши. Слово торгаш у русских от слова отторгать. Наш мозг отторгал торговлю. Мы признавали его, но считалось так, кто будет торгашом, тот будет несчастным человеком. У него жизнь не сложится. Вот что за... Еще называли торгашей заморышей, из-за моря прибывшие. Приехали заморыши, забрали в феншуй, привезли в Европу и лохом, как в пиндюрели. И сегодня приходишь в поселок, в деревню российскую, стыдова, в красном углу. Красный угол – это куда должен падать первый луч света рассвета. И красный означало слово «светлый». Вот красный угол – это светлый угол. Согласитесь, красная девица – это не девица с красной рожей, а со светлой. Слово изменило свой смысл в наше время. Так вот, в красном углу часто, я видел такую картинку, стоит иконка Спаса, а под ним еще полочка и жаба китайская феншуйовая стоит. То есть, Спасу надо молиться, надо. Ну, что-то вот доверие к нему не очень. Что-то он не оправдывает надежду. Особенно по бабкам, он не специалист у нас. Поэтому надо Спасу помолиться, а еще жабу в засосягу поцеловать, эту веншуйовую. Это есть полнодурие. Мы праздники разучились свои праздновать. Мы празднули. Почему наши стали праздновать Хэллоуин? Это бесовщина. Многие считают, что Хэллоуин – это старинный русский народный праздник. Да, да, конечно. Назывался Пахмеллоуин. Поэтому тыквы, тыквы болели с утра. Глаза светились с похмелья. В ночи бесы все празднуют. А наши праздники забыты. Да, осталась Масленица, наш праздник. Но мы же забыли, как праздник. Никто не понимает, что это за праздник. Слово Масленица позднее. Это христианство, с христианством это название пришло. А до этого называлась Сырная неделя. А почему? Вот это же очень интересно узнать. Дело в том, что коровы, слово было «крава». Кра тянется к свету. Коровы всегда на рассвете поворачиваются головами к рассвету. И они первые чувствуют первые лучи, согревающие солнце еще зимой. И когда коровы телились, они чувствуют вот это солнце и дают молоко для кормления телят. Молозиво. Оно особо богато витаминами. Если это молоко пить, болеть не будете весь год без директивы о нищенках. Но пить это молоко нельзя, потому что оно жирное, можно посадить печень, делали сыр. Выставляли кисломолочный продукт за окно, а солнце называлось Сурья. Отсюда сыр. И ели сыр, и весь год люди почти не болели. Иммунитет был замечательным. Почему снежный городок надо взять? Надо зиму победить, чтобы весна скорее пришла, чтобы скорее сеять можно, чтобы урожай был. Зима – это мертвая земля. Земля мертвая, змерзла. Вот откуда это надо, чтобы это все ожило. Взятие снежного городка. А там чучело зимы. Его надо сжечь и сажу. Сажу разбросать по полю и сажать. Вы посмотрите, какая мудрость была у наших предков. Все забыто, все вычеркнуто. Мы, праздную масленицу, таджики разносят шаурму, пиццу, попкорн и чипсы. На сцене борьба с умо и танец фламенко. Это вот исконно нашенское. Хорошо, что борцы с умо-фламенко не танцуют. В одной только губернии классно отбразивали масленицу. Сожгли чучело губернатора. Вот это. Это очень хорошая традиция новая. Да? У нас полнодурье. Мы забыли свои корни. Скоро у нас Новый год. Вот люди будут выпивать ночью. Хопа! Почему, спрашиваются. Во-первых, Новый год праздник новый. Совсем новый. Его ввел Петр Первый. Петр Первый тоже личность та еще. Его в Голландии заразили сифилисом. Мозг разжижился. Приехал в Россию, возненавидел ее, уничтожил одну треть населения, между прочим. Иосиф Виссарионович Сталин, по сравнению с Петром Первым, мелкий хулиган в подворотне с рогаткой. Он прорубил окно в Европу, оттуда полезли торгаши. Это еще неизвестно, хорошее ли дело было сделано. Но! Он ввел Новый год. Юлия Цезаря календарь. Тоже это понять невозможно. Мы уже были христианами, а взяли языческий календарь. Год означало годить. До этого говорили яр. Родился три яра назад, четыре яра назад. Отсюда английское слово год иер. И вот это новый праздник. Что он означал? Римляне собирали в декабре налоги с тех стран, которые поработили. Почему в декабре? Замерзали реки и становились дорогами. Римляне же праздновали вначале, как и земледельцы всей Европы, а именно славяне, наследники земледельцев всей Европы, не в конце декабря Новый год, а в марте. И поэтому вот у кого-нибудь шевельнулась бы в мире эта мысль во время празднования Нового года. Декабрь, ДК. ДК это 10. Это 10 месяц. А ОКТО, октябрь, это 8 месяц. Да потому что изначально природа заложила Новый год в марте. Что это значит? День становится длиннее ночи. Свет побеждает тьму. Утром надо принять баньку. Ни в коем случае не выпивать. Разгрузиться. Какие-то настои травяные пить. Почему скоро Красная Горка детей надо будет делать? И дети должны вырастить чистенькими, свеженькими. Рот продолжить по рода должна быть. А каких детей после этого дела можно делать после Нового года на утро? Новый год празднуется ночь. Это день сбора налогов римлянами за год. Это святой для русских день. Вот как будете выпивать, вспомните, ну молодцы римляне. Ну собрали. И первый тост за римлянами, давайте. И всю ночь пьют, жрут, веселятся. Кто веселится в ночь? Бесы. А что это мифы и сказки? Я что, сам придумал? Вы сами все это читали? Вы голубые огоньки видели в ночь? Ну нечисть. И голубые огоньки расползаются с первыми лучами солнца, заканчивают свою работу. Поэтому будет Новый год, друзья мои. Встретите Новый год. Конечно, это для нас уже праздник надежд. Это уже в нашей новой родовой памяти. Встретили и спать. И не смотреть голубые огоньки, которые правильно сегодня понимаются. Голубой огонек. Слово голубой, кстати, в наше время было приличным, чтобы вы знали. Вот так изменилось все. Боже мой, почему наши стали праздновать все это? Как может страна жить при таком количестве праздников? Во-первых, Новый год. До 13-го числа празднуют. Вы попробуйте иностранцам сказать словосочетание, выдать старый Новый год. Они замесают. Как будто их на паузу поставили. А у нас ведь Новый год празднуется от католического Рождества до китайского Нового года. Потому что это еще важнее, чем сбор налогов римлянами. А потом, какая экономика у этой страны может быть? И может быть, если все мечтают только напиться и отпраздновать что-то. А еще майские праздники. Американцы 5-го мая приехали в Москву делать бизнес. Они не тупые, они очень тупые. Они ничего не могут сделать, потому что пустые офисы, улицы, словно нейтронная бомба взорвалась. Они говорят, а где люди? Говорят, праздник у нас 5-го мая. Какой? 1-е мая праздник. Улет. Мозг разорвался, на атомы распался. И до какого? Да, все вернутся где-то 12-го. Они говорят, ну мы америкосы долбанутые, но русские еще более долбанутые. Праздник независимости уже скоро будем праздновать в США. Ну что же это такое? Валентина стали праздновать. День верности ввели теперь, как на Западе. Один день в году. Вот это мне... Один день любви. Вот так, один день верный, любви и все. На этом закончим. Я получил в день Валентина смс-ку поздравления от такси. Мне это надо? Призналась в любви мне такси фирма. Но как? С днем влюбленных. Такси мне пишет. Мы домчим на крыльях две ваши половинки. Эта страна не может жить хорошо, пока не обретет собственные корни. Почему евреи берегут свои корни? Почему русские не берегут? Почему мы у них этому не учимся? Санта-Клауса многие стали почитать. У него даже бабы нет. Он даже не гей. Он зоофил. Он только с оленями болтается. Любит одних оленей. Скупердяй! Наш приходит с мешком подарка. Санта-Клаус. Подарки в носке носит. Ну, скупердяй. Вот такие фитюнички детям говорят. Тебе значок города Торонто. Вот зачем ему этот значок? Happy birthday to you. Почему во всей России с днем рождения поздравляя поют happy birthday to you в любом ресторане? Сидит семья, вносят торт и чисто американская модель. Четыре слова. Это зомбированность какая-то. Ну, неужели нельзя спеть на день рождения только раз в году? Кстати, гораздо живее слова для нас, русских. Я недавно видел картину, как от хэппи-бездивали ребенка. Очень дорогой ресторан в Москве. Очень. Вот смотришь цены, а потом на людей думаешь, сидят и едят деньги. И вот такая семья бизнесменов и человек, двенадцать, тетки, дядьки, там какие-то друзья, такие клизмообразные все. Потому что такие мир потребления себе-себе, значит, в себя, в себя, в себя. И празднуют день рождения сына, девятилетний сын, тоже клизмачка такая. Тебе побольше клизмачка, это поменьше клизмачка. Ну, сидят реально упыри. И едят уже восьмое, фуагра уплетают. Вот тартары, все уже. И мальчик, а ему делать нечего, он сидит и ест, ест. А его день рождения празднует. А ему делать нечего. И, наконец, носят торт, весь ресторан. Хэппи-бездэй ту. Знаете, богатые любят, чтобы подамерикосов косить. Хэппи-бездэй ту ю. Девять свечей. Папа говорит, ты должен затушить сразу все. Одним дуновением. Набери побольше воздуха. А сын бедный, он вот здесь еда. У него фуагра, вот. У него фуагра из ноздрей попрет из ушей уже скоро. Он говорит, побери. А не может набрать больше? Папа говорит, нет, побольше. А? Говорит, еще больше. Я не знаю, что с вами будет. Его вытошнил анатолий. И он загасил свечи. Сразу. Потом, что это за приметы? Детям надо образование давать, интересы в жизни, а не загасить свечи. Единым дуновением.